Здравствуйте! В эфире программа «День города» в студии Мария Рудая. Коротко о главных темах выпуска. Ждут медицинской помощи жители села Старолетово Рыбновского района не могут самостоятельно добраться до ближайшего ФАПа. Дом с сюрпризом. Общежитие для глухонемых практически непригодно для нормальной жизни. Покоряя заоблачные вершины, рязанские альпинисты готовы подняться на самую высокую точку Европы. До ближайшего фельдшерско-акушерского пункта 2 километра без медицинской помощи оказались жители села Старолетово Рыбновского района. Врач раньше вел прием в деревне, пока ФАП не закрыли. Как теперь живут пенсионеры и инвалиды, узнала Дина Исляева. Александра Федотова в войну работала в колхозе, чтобы поднять родное село. Сейчас ей 85 лет и она часто плохо себя чувствует. Добраться самостоятельно до фельдшерско-акушерского пункта ей не под силу. Он находится в двух километрах от села Старолетово. Маршрутки ходят редко и только в будни. У электричек постоянно меняется расписание. Давление давить. Ночью встану 200 с лишним. Куда идти? Раньше я вроде сама делала уколы, а сейчас руки трясутся. И вот чуть ли не на четвереньках хожу. Спасибо, вот фроловы. Выручают. Иду к ним ночь-полночь. Стучу. Они мне укол сделают. Соседи тоже инвалиды. Они рады были бы, если бы фельдшер приезжал регулярно хотя бы два раза в неделю. У нас ничего не видно. У нас чистое поле. Вот представьте себе, что случится. Мы должны туда появиться. Холод, дождик. Туда. Или вызывать скорую помощь. Вот нам дали условия выживания. Скорая помощь обязательно приезжает. Но она не так сразу приезжает. Как обычно помощь. Приезжает через час, через полчаса, через два. В Старолетово нет даже своего аптечного киоска. За лекарствами нужно ехать. Например, в Рыбное. Туда же звонят, если стало плохо. Любовь Мрачковская недавно вызывала неотложку мужу. Инсульт в тяжелой форме. Может, час. Потому что дочь звонила и сказала, что он умирает. Может, поэтому приехали быстро. Жители уже обращались к губернатору с просьбой, чтобы им вернули ФАП. Получили отрицательный ответ. Медпункт не положен, потому что ближайший не так далеко. Это здание – единственная память о том, что в Старолетово когда-то была медицинская помощь еще пару лет назад. Здесь ввели прием врачи, а сейчас оно разрушается. В селе еще масса проблем. Работают не все колонки. Редко приходит почтальон, как отметили в региональном Минздраве, куда мы обратились за комментарием. Решить проблему с медицинской помощью возможно. Помогут мобильные фельдшерско-акушерские пункты. Рязанская область получила почти 50 миллионов на их приобретение. Кроме того, в Рыбновском районе уже в этом году будет построен модульный ФАП. А также к жителям Старолетово будет дважды в неделю приходить фельдшер, который скоро выйдет из отпуска. Дина Исляева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Зеленые насаждения в городе призваны делать воздух чище и дарить приятную прохладу. На улице строителей деревьев более чем достаточно. Но жители уверяют, за ними никто не следит. Вот и на этот раз сразу на двух образовались трещины. Рязанцы уверены, ходить под такими деревьями просто опасно. Изначально нас пригласили сюда для того, чтобы рассказать о проблемах, которые связаны с деревьями. По словам жителей, за ними здесь никто не следит. Но на деле это оказался настоящий дом с сюрпризом. И это несмотря на то, что здесь проживают люди с ограниченными возможностями здоровья. Дом 17, дробь 1 по улице строителей, является общежитием для глухонемых людей. Три этажа, два подъезда. Более 50 семей стали заложниками ситуации. Треснувшие деревья за домом оказались лишь вершиной азберга. Хотя и очень неприятной. Очень даже страшно, когда они особенно бегают, когда они еще и лазают. Вот это проблема. Только единственное, что надо убрать это все. Во-первых, у нас свет, и если она упадет, у нас тогда свет, получается, не будет. Вот даже смотрите, какой у нас сейчас даже вид страшный, если честно. А тут особенно говорить про дерево, даже ничего не будет делать. Уборщицы у нас нет, мы все это сами. Для того, чтобы понять эмоции этого мужчину, сурдопереводчик не нужен. Все понятно, без слов. О, прям смотрите, страшно. Страшно даже в подъезд зайти вообще. Там стекла вообще ничего нет. Да вот даже вот отсюда можете посмотреть. Вот дети маленькие. А особенно зимой, даже выйти в коридор нельзя, на лесной площадке нельзя, потому что у нас там очень сильно холодно. Двери ужасные, они, во-первых, не закрываются. Хотели вот отопление там сделать. Вот в прошлом году. Хотели утеплить. И только у нас кормят. Никакой дед. Просто пищит и все, говорит, сделаем, сделаем все. Если с одной стороны дома растут, пусть и аварийные, но все же живые деревья, с другой надолго прописалась мусорная свалка, которую никто не убирает. Прямо напротив играют дети. Больше негде. При этом у них под ногами окурки и стекла. Ребята, конечно, довольствуются малым, потому что другого не видели. Вот и радуются по детски свежему воздуху и общению друг с другом. А в подъезд заходить вообще страшно. Проводка в аварийном состоянии уже не раз била жителей током. Стены облезли, трубы износились. Но самое удивительное, что жители уверяют, за коммунальные услуги платят по полной программе. Но у каждого накопились немалые долги. Мы как за элитную квартиру платим. Вот это всем тоже. Просто все молчат, ничего не говорят. Просто они единственное. Платят, платят. Вот они вот тоже каждый день месяц платят. Но им почему-то все время прибавляется и прибавляется. Сюрпризов в этом доме действительно немало. К сожалению, все они неприятные. Жители признаются, куда только не обращались. И в управляющую компанию, и в другие ведомства. Те, кто может говорить, признаются. Уже не верят, что возможны изменения. Надежды просто не осталось. Мария Рудая, Игорь Глотов, телекомпания «Город». О военном городке номер 20 в средствах массовой информации говорилось неоднократно. Жители то и дело жаловались на проблемы, которые с течением времени решались. Совсем недавно мы делали репортаж о том, что в городке нет горячей воды. Наша телекомпания выяснила, так ли это на самом деле. В середине июля в нашу телекомпанию обратилась жительница военного городка номер 20. По ее словам, во всех домах уже несколько месяцев нет горячей воды. К тому же ситуация повторяется регулярно каждое лето. Женщина также сообщила, что плата за горячую воду продолжает взыматься. Ситуация оказалась очень однозначной. Котельная есть, при том стоит она рядом с домами. Взять и подключить ее, по словам местной жительницы, труда составить не должно. Однако дело оказалось не таким простым, как могло показаться в начале. Раньше в военном городке стояла угольная котельная. Управляющая компания, предшественник нынешний, решила поменять ее на модульную. Вскоре из-за больших долгов котельную продали третьему лицу. Примерно в это же время в городке сменилась управляющая компания на МКП ЖКХ Рязанское. Вот только долг старой компании, новой, остался свыше 9 миллионов рублей. ЖКХ Рязанское обратилось в суд, чтобы признать своего предшественника банкротом. В ходе судебного разбирательства в арбитражном суде Рязанской области данная организация признана банкротом. И сделка по продаже данной котельной третьему лицу была признана недействительным. С третьим лицом у нас был заключен договор аренды. После решения суда он фактически потерял свою юридическую силу. И в настоящий момент данное оборудование имеет статус арестованного и находится под управлением конкурсного управляющего. Особенность технического оборудования котельная не позволяет поставлять жителям горячую воду без одновременной поставки теплоснабжения. Компьютер внутри помещения отлажен именно на двойную работу. К тому же ЖКХ Рязанское в настоящий момент не имеет права на вмешательство в работу котельной. Отсутствует юридическое основание. Это все равно, что попытаться починить автомобиль, который вам не принадлежит. Тем не менее, администрация района и глава района проводят работу для того, чтобы разрешить эту проблему. Главное разобраться с ней до начала отопительного сезона. Зависит от, скажем так, определения юридического статуса собственника данной котельной и возможности нам получить доступ к этому оборудованию либо на правах оперативного управления, либо на правах аренды. И к тому варианту, и к первому, и ко второму мы готовы. Выходит, что горячей воды в военном городке нет по вполне понятным причинам. И МКП ЖКХ Рязанское пытается эту проблему решить. Однако местная жительница озвучила и другую проблему. По ее словам, у нее взымает плату при отсутствии самой услуги. По словам Андрея Шевченко, это неверно. Согласно документу выборки из программы начисления, денег за это не взымают. Женщина платит согласно показаниям счетчика за прошлый месяц. Андрей Шевченко также рассказал, что сейчас в приоритете именно тепло, а не горячая вода. И хоть это два несоизмеримых фактора, каждый из них, конечно, достоин отдельного внимания. Валерий Седов, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Последний месяц лета принесет некоторые изменения в жизнь россиян. С 1 августа вступают в силу сразу несколько поправок к законам. В частности, работающим пенсионерам повысят пенсии на 222 рубля. Данное увеличение – это максимальная прибавка, которую начисляют в результате ежегодного перерасчета. Но это повышение коснется только тех работающих пенсионеров, которые в 2016 году получали зарплату от 20 тысяч и более рублей. А с 3 августа изменится стоимость госпошлин на изготовление заграничного паспорта и водительского удостоверения. Стоит оговориться, что увеличение госпошлины коснется только документов нового поколения. Так, на биометрический загранпаспорт пошлина составит 5 тысяч рублей вместо 3,5. Детям до 14 лет документ нового образца для выезда за границу будет стоить 2,5 тысяч рублей вместо 1,5. Пошлина на пластиковое водительское удостоверение нового поколения вырастет до 3 тысяч рублей. Кроме того, изменится госпошлина за свидетельство о регистрации транспортного средства на пластиковой основе и составит 1,5 тысяч рублей. Для бумажных документов останется прежний 500 рублей. Улица Солнечная уже давно ассоциируется с ГИБДД. Именно здесь многие получали водительские удостоверения, а также регистрировали свои транспортные средства. Однако количество запросов растет, и на улице Солнечная открылось новое здание, в котором находится регистрационное подразделение МРЭО. Продолжит Валерий Седов. Неофициальных речений и торжеств. Новое здание ГИБДД на улице Солнечной просто открылось в штатном режиме. Привыкать к новому месту водителям не придется. Здесь всегда была площадка для осмотра транспорта, навес, под которым помещается 25 машин и отдельная стоянка для проверки грузовиков. С самого утра инспекторы ГИБДД занимаются сверкой номерных агрегатов, а также проверяют саму конструкцию автомобилей. Работа здесь началась сразу после открытия в 9 часов утра. За всего полчаса было обслужено 80 человек. Вот только если площадка существовала все время, то здание МРЭО ГИБДД открылось 31 июля. Сотрудники говорят, что уделяли большое внимание именно комфорту граждан. Заметить это можно уже на входе. Здание оборудовано парковочными местами для лиц с ограниченными возможностями. И крыльцо оборудовано пандусом с возможностью вызова сотрудникам РЭО. В самом здании можно получить регистрационные документы и номера на транспортное средство. И хоть по сравнению с прежним зданием ничего особо инновационного здесь нет, главной целью было повысить именно удовлетворенность водителей. Ледиционный комплекс находится в удобном для граждан месте. Совмещен с площадкой для осмотра транспорта и отвечает всем современным требованиям. Для исключения очередей и сокращения времени оказания государственной услуги в здании обеспечено достаточное количество окон для приема и выдачи документов. Самих окошек для приема граждан 12. 10 из них для приема, остальные два для выдачи готовых документов. У нас два окна оборудованы для приема граждан, которые подали заявки через портал государственных и муниципальных услуг. Также у нас выделен отдельный день, понедельник, когда ведется прием только граждан, которые подали заявку через портал госуслуг. На вопрос, будут ли всегда работать все окна, инспекторы ответили, что это зависит от очередей. Сотрудники отметили, что вторник – самый тяжелый день. Однако по количеству посетителей этого не скажешь. Водителям новое здание пришлось по вкусу. Как вы оцениваете здание удобнее, чем раньше? Удобнее, просторнее, обслуживание хорошее, вежливое все. Я считаю, что лучше, когда это здание просторнее, а сделано приятнее, интереснее и расположено удобнее. За счет того, что рядом осмотровая площадка. Все вопросы можно решить. Окошек много. И два окна по госуслугам. Плюс один. Естественно, очередь меньше. Честно говоря, я тут первый раз вообще. Поэтому я не знаю, как там, лучше или хуже. Но все-таки новый. Я думаю, соответственно, окон больше, и все работают, как я погляжу. Поэтому, я думаю, очень даже неплохо. Намного лучше, чем в старых было. Единственный раз, когда я был в старом здании, когда получал первый раз права. На втором намного удобнее. Стали в электронной очереди, стало намного просто просторнее, удобнее. Простор не только в приемной, но и по другую сторону окошек. Как сотрудники ГИБДД положительно отзываются о новом здании. Помещение большое. То есть, мы можем принять больше граждан. То есть, и комфорт граждан. То есть, тут будет учитываться оборудованная система кондиционирования, электронная очередь. Уровень удовлетворенности явно повысится. То есть, с обслуживанием в этом здании. Большое помещение, электронные очереди и 12 окошек обслуживания. Теперь все это недалеко от бывшего здания ГИБДД. Правда, здесь, как отмечают инспекторы, в новом помещении только регистрационный комплекс. Экзамены на водительское удостоверение и остальное так и осталось на «Солнечный 5». Валерий Седов, Игорь Глотов. Телекомпания. Город. В регионе продолжается одно из самых зрелищных мероприятий – «Авиадарц-2018». Показательные выступления состоятся уже в субботу, 4 августа, с 10 до 17 часов на полигоне Дубровичи. Специально для желающих попасть на «Авиадарц» будут организованы автобусы. Добраться до места проведения показательных выступлений можно будет с 7 часов утра до 12 часов с автовокзала «Преокский». В обратном направлении – с 10 утра до 17 часов. Стоимость проезда составит 55 рублей. Стоит отметить, что регулярность отправления автобуса будет зависеть от его наполняемости. Для тех, кто поедет на своем транспорте, специально организуют две парковки. Также напомним, что рязанцев просили не ездить по Солочинскому мосту в день открытия «Авиадарц-2018». 4 августа на ремонтируемом мосту сотрудники ГИБДД будут регулировать дорожные движения. Рязанский Минтранспор рекомендовал автомобилистам воздержаться от поездок через мост в сторону Рязани с 8 утра до 11 часов и на выезд из города с 13 до 18. В это время планируется пропуск автомобилей в данном направлении. Добраться до полигона в Дубровиче можно через автодорогу М5 «Урал», «Собчакова», «Троица», «Спаск» – Рязанский. Кроме того, в программу празднования Дня города внесли изменения. Так, вместо стадиона ЦСКА праздник «Рязань-столица ВДВ» пройдет на стадионе «Спартак». Площадки фестиваля кухни Рязанского края будут расположены на Лыбецком бульваре, а конкурс «Талант нашего двора» пройдет на почтовой. Также не будет парада городской техники. Выше только небо. Рязанские альпинисты покоряют новые вершины. Член правления Рязанского регионального отделения Федерации альпинизма Рязанской области Алексей Лихобабин сейчас находится в Альпах. Поехал, чтобы подняться на самую высокую точку Европы – гору Монблан. Сейчас готовится к восхождению. Первые два тренировочные маршрута уже прошел. Это горы Гран-Парадиза и Тризента. Мы связались с Алексеем по скайпу, чтобы узнать подробности. Дина Исляева продолжит. В группе с Алексеем шесть человек приехали в лагерь у подножья Альп в минувшую субботу и начали готовиться к восхождению. Первый маршрут для профессионалов относительно легкий – гора Гран-Парадиза. Это высшая точка Италии – 4064 метра над уровнем моря. Подъем занял 10 часов. По пути встретили местных обитателей сурков. Но самый неожиданный сюрприз поджидал внизу у палаток. В кемпинге живет лис, который тырит еду, который лежит в палатках, в тамбурах. И самое интересное, он ворует только дорогие сорта сыра. У нас один экспериментировал, и он оставил ему какой-то сыр за 5 евро дешевый, он его не взял. А пармезан тырит только на раз. Второй маршрут – вершины Тризента. Высота меньше порядка 3600 метров. Но маршрут сложнее. Нужно было идти по твердому снегу. Уклон 60 градусов. Мы вышли на гребень, и по скальному гребню порядка 500 метров нужно было дойти до вершины. Потому что там нужно было страховаться. Веревку через страховочное устройство прикрепляли к склону. Самое опасное, то, что было в одном месте с жандарма, такой скальный остров, с него там слетело порядка 5 камней, но они мимо нас все пролетели. Все нормально. Следующая вершина Монблан – самая высокая точка Западной Европы. По планам восхождения начнут 2 августа, и занять оно может несколько дней. Дина Ислева, телекомпания «Город». Это все новости на сегодня. Еще больше информации вы найдете на нашем официальном сайте город62.tv и в социальных сетях. А я на этом с вами прощаюсь и желаю хорошего вечера. До встречи в эфире телекомпании «Город». Мама спит, она устала, в пробках два часа стояла. До работы далеко, добираться нелегко. Каждый день ее я жду. Грустным не бывает, потому что мамочки мне очень не хватает. А папа наш пришел с букетом и сказал нам по секрету. Будет времени в запас. Переезжаем в Еврокласс. Это в центре. Здесь все рядом. Всей семьей мы очень рады. Хочешь стать одним из нас? Заселяйся в Еврокласс. Строительная компания «Зеленый сад». Предлагаются участки под жилищное строительство в коттеджном поселке Караси. 15 минут их езды от Рязани. Великолепная природа. Каскад из четырех прудов. Собственный пляж. Дубовая аллея. Все необходимые коммуникации. Чистый воздух и тишина. Все для комфортной и уютной жизни. Подробности на сайте karasi62.ru Субтитры создавал DimaTorzok